Ненецкий округ стал центром любителей экстрима. На Ренмаре прошли гонки на снегоходах на призы Героя Советского Союза Артура Челенгарова. Гонки стали юбилейными, 20-ми по счету, и собрали небывало число участников. На старт вышли более 50 гонщиков, более за которых пришли тысячи горожан. 26 марта на Качгартинской курье собрались 3000 горожан и гостей Ненецкого округа, чтобы стать свидетелями юбилейных 20-х гонок на снегоходной технике. Эти соревнования входят в национальный календарь событий России на 2016 год. Качгартинская курья признана самым удобным местом для проведения соревнований. Хорошие условия для трассы гонщиков, места для судей и болельщиков, ездить разместить чумы, чтобы согреть желающих. Тут же торговые точки, светодиодный кран, каток и сцена, где демонстрировали свое искусство творческие коллективы нашего города. За звание самого лучшего гонщика боролись 55 спортсменов из города Наринмара и окружных сел, среди которых были 4 женщины, 7 человек, выступающие в классе свободной. В ветеранском заезде приняли участие 8 гонщиков. Больше всех гонщиков было в мужском заезде на Буранах, 36 человек. В первые три заезда на Буранах вышли мужчины в возрасте от 18 до 55 лет. Трасса для всех спортсменов составляла 2 километра. Заезды были на выбывание, только 15 мужчин смогли попасть в финал. В финальных заездах на снегоходе Буран участник из деревни Макарова Алексей Попов первым пришел к финишу. Его ближайший преследователь Александр Коткин из деревни Антик, победитель двух прошлых лет, финишировал вторым. Третье место занял Дмитрий Ванютай из Наринмара. Затем на трассу вышли женщины. По итогам заезда среди женщин первой стала Елена Стремоусова. На последнем вираже трассы она буквально подрезала соперницу и вышла вперед. За ней к финишу пришли Олимпиада Опарина и Любовь Ордеева. В номинации ветераны, это мужчины старше 55 лет, среди 8 гонщиков лидером стал Геннадий Торопов. Следом за ним к финишу пришел Анатолий Мяндин. Опытный гонщик уже 20 раз радует зрителей своим мастерством. В классе свободный победил Андрей Вокой. На втором и третьем месте Виталий Стремоусов и Валерий Ижимцев. Помимо кубка и медалей победители и призеры соревнований получили снегоходную технику, квадроциклы и другие ценные подарки. Спонсорами мероприятия стали 16 организаций, работающих на территории региона. Генеральным партнером соревнований выступила нефтяная компания «Востокнао». Субтитры создавал DimaTorzok